А Вера всегда была красоткой? То есть мальчикам нравилось всегда? Вы сами как считаете, Вера, вы всегда? Я их в детстве била. Кастетом я слышал эту историю. Правда? Как вы кастетом били какого-то ухажера? Нет, он не ухажер, он просто приставал, и это уже было за гранью. А о чем разница? Минуточку, вот здесь разница между приставал и ухажер. Нюансы какие-то. Мне кажется, я в то время еще не понимала, кто его знает, может, он таким образом ухаживал. Конечно, наверняка. Но он это дерзко делал, дерзко. Подумать только, а? Секретарь обкома партии, и туда же. Ты бы видел, какой он мне банкет устроил после концерта. Какой? В узком кругу. Видите, такая трубочка была, и весной, когда вот эти вот зернышки созревали, на какое-то дерево, я не знаю, дает... Вы прямо себе не показываете только. Не волнуйтесь. Вот эти вот маленькие такие зернышки, он набирал их в рот, и такая трубочка была, и он у нее так вот так вот, вот этими вот зернышками. Волосы, еще куда-то. Я говорю, не надо этого делать, мне это не нравится. Я раз предупредила, второй раз предупредила. Когда я ему догнала, ну ничего не поделаешь. Костетом-то кто поделился с вами? Да не костет, это все привирают немножко. Просто вдарила. У меня с детства так. Если уж драться, а то до крови. А если рыбить, то чтобы небо падало. И чтобы земля из-под ног уходила. Такая была девочка, которая могла вдарить? Ну, по большому счету, да, потому что я вообще как бы спортом занималась, да. И я так прыжки в воду, и это две тренировки в день. Я такая свободолюбивая девчонка была, это я точно помню. Я не понимаю, почему в прошедшем времени? Да, я тоже не понимаю. Во-первых, почему девчонка в прошедшее время? Ну, давайте, мальчики, кружите, кружите дальше. Некогда разговаривать сейчас. Офигенно аппетитные девчонки. Почему Билла в прошедшем времени? Мы встречаемся на совете жюри. Вы что, там все по струнке ходят? Вера приходит, Марат сидит. А, что, Вера пришла? Да прекрати, ну, Сереж. Я же должен сейчас немножечко как бы слукавить. Нет, никто меня не боится. Не надо, Ля-Ля. Но она все знала, что она делает. Ее учить не надо было, по-моему. Ты все знала, что ты делаешь. Мне понравилось, я тут недавно со своей подругой, представляете, сколько лет. Моя подружка, с которой я училась, прямо за партой даже какое-то время сидела. И она говорит, Вера, ты знаешь, я помню, как мы на лавочке сидим, и это, кажется, 10 класс. Ну, кто-то готовится к экзамену. Я так и готовилась, но кто-то нет. Но вот она не очень. И она говорит, Вера, а вот скажи, пожалуйста, а вот что ты думаешь про свое будущее? И что-то свое сказала. А я так сиди. Она мне рассказывает, как я сказала, я этого не помню. Она говорит, ты так сидишь и говоришь, а у меня будет все. То есть как-то вот что? Я же не знала тогда, что я поеду в Москву, что я поступлю, что как бы все равно складывается жизнь. Мне кажется, у меня так, как действительно я хочу. Вот в чем дело. Господи, как бы не сглазить. Можете отправляться в турне по Америке, зарабатывать валюту для страны. План напряженный. 70 концертов в 55 городах. Справитесь? Честное слово не подведу. Вот и видите. Есть одна фотография, где точно взгляд горит у Веры. Просто полыхает. Как бы это вот сколько здесь? Месяцев 9. А может быть меньше? Меньше. Меньше, меньше. Четыре, наверное. А через кого назвали Яном? Ян, это не самое распространенное у нас имя. Прямо скажем. Да, ну и мои родители на самом деле тоже были против. Говорят, что же это такое? Папа, он сделал какой-то поляк какой-то. Зачем? Вот. Но дело не даже в имени. А просто в мальчике, которого я увидела на фотографии. И это был такой мальчишка. Он был в беленькой рубашечке, в джинсиках, на подтяжечках. Вот такие волосики кучерявенькие. И мы с моим мужем, когда однажды пришли в гости к друзьям, я вдруг вижу этого мальчика с фотографией. Ну то есть это не он, но похожий. Так же в беленькой рубашечке, в таких же джинсиках, в подтяжечках. И выяснилось, что этого мальчика зовут Ян. А я уже была беременна. И знали, что мальчик? Да. И я говорю, я хочу такого же. А он говорит, ну, значит, будет. То есть все. И он у меня в животе уже был Ян. А откуда вы знали, что мальчик? Я даже не сомневалась. Однажды я проснулась от страшного сна. Мне приснилось, что я родила девочку. Не знаю, так хотела мальчика. Вот, наверное, вот так. Не знаю. То есть объяснить не могу. Это чудо, это чудо, на самом деле. Я могу это объяснить. Я сам с Машенькой, когда мы ждали первого ребенка, мы не знали, что это будет девочка или мальчик. Просто так же, как и Вера, были настроены. Все, хотим, чтобы была девочка. Хотя, на самом деле, я уверен, что каждый из нас, если мы по-настоящему любим друг друга, да, нам все равно, кто будет. Мальчик или девочка. Ну, правда, нет, я не лукавлю. Но где-то, где-то, мы все равно, да, кто-то хочет мальчика, кто-то девочку. В общем, был у нас такой экстрасенс, и Маша была в положении. Мы еще не делали УЗИ, встречаемся с Мигди, и он говорит, о, все, вижу, будет мальчик. Мы говорим, Мигди, слушайте, мы хотели бы, чтобы была девочка. А, хотите девочку, будет девочка. Через неделю делаем УЗИ, реально девочка. То вот чувство, которое внутри, в сердце у каждого из родителей, вот это и есть то самое чудо, которое исполняет любые желания. А я вот, знаете, Жень, хочу вас попросить, чтобы вы мне задали такой вопрос, а я вам сейчас бы на него ответила. Ну, значит, самое яркое впечатление моё в жизни, и я вам сразу же отвечаю. Давайте я лучше вот вас спрошу о другом. Давайте. Давайте я лучше спрошу вас о самом ярком впечатлении вашей жизни. Ого. Это когда мне принесли ребенка. Ну, как твоя дочь? Все хорошо. Пацана родила, успокоилась. Теперь получается, что можем и мы. Да?